Кажется, что очень интересная модель предложена. Вопрос такой. В инфляционном сценарии постулируется нечто такое, которое начинает расширяться, а вы вместо этого постулируете, что есть сжимающаяся, довольно экзотическая материя, которая потом проходит через бывшую сингулярность и начинает расширяться как белая дыра. То есть, верно, в белой дыре получается. Да. Заменив предположение от стандартной инфляции на новое предположение, о том, что это результат коллапса в экзотической материи. Нет, не совсем так. Не совсем так. Это как обычно, сингулярность гладили. Нет, сингулярность гладили же. Обычная материя досуга. Нет, не совсем. Во-первых, там квантовое состояние, которое было бы неаккуратно проходить, чтобы всё скатилось. Во-вторых, после того, как эта Вселенная родится, мы приготовили автоматом начальные условия, чтобы ссортовала инфляция. Пожалуйста, дальше можно начинать компанию. Это вещи развязаны между собой. Это именно к вопросу о решении проблемы космогенезиса. А потом, ну, без инфляции, наверное, не обойтись. Но ведь для того, чтобы запустить инфляцию, у нас же тоже постараться. Нужно кусочек пространства времени, в котором уже с самого начала несколько сглажены неоднородности. Иначе инфляция не сможет стартовать. Иначе градиент её забудет. Откуда взялась эта материя, которая коллапсирует? Ну, как сказать? Я думаю, что это уже проблема другого. Это гораздо более простая. Потому что мы знаем, что нестационарное эволюционное поле порождает материю, рождает возмущение. И при таких больших кризисных, это будут очень большие похавки. Я думаю, что это уже вещи гораздо более понятны. Если бы я не ловил, до этапа белой дыры, после фигуляции, где мы и живём сейчас, да? Вы предполагаете, что они чёрные дыры, то есть коллапсирующие вселенные. А вопрос, откуда она взялась, уже тогда не ставится. Это вечная вселенная. Это вечная вселенная. Вечная вселенная? Двух-двух какая? Двух-этапная. Многоэтапная. Многоэтапная. Смотрите, это всё с точки зрения, ну, скажем так, не космологии, а обычной технологии, скажем, в механике, да? То мы можем сказать, можем предположить, и вообще уверены в том, что то, что мы имеем сегодня, те наблюдательные данные, которые мы имеем сегодня, не важно, по какой системе, они позволят нам делать ограниченные по времени предсказания в будущее. Это астрономы замечательно знают. И, в общем-то, тоже довольно ограниченные предсказания, или не предсказания, если не предсказания, наоборот, это прошлое. И это означает, что мы никогда не сможем узнать далёкое будущее, и точно так же наши сегодняшние экспериментальные данные просто не позволяют, честно говоря, рассуждать о том, что было такое количество времени назад, потому что, чтобы мы не взяли, какие бы мы данные сегодня в космологии чувствовали. Я дилетант чувствую в космологии. Но это общий закон, мы не можем... Скорее всего, вообще постановка вопроса о том, что было там миллиарды, многие миллиарды лет тому назад со Вселенной, да ещё и со многими Вселенными, это в какой-то смысле современная версия библейской истории. Если бы мы... Так, извините, вопрос, вопрос. Да, вопрос такой, если бы мы загрузили этот сегодняшний современный данный экспериментальный большой суперкомпьютер, он бы нам не сосчитал, скорее всего, всю историю, да, на самом деле. Я думаю, что большой суперкомпьютер, как порождение мозгов человечества, Ну и тогда мы это... Вот, посчитаем. Сейчас вопрос я сначала. Так, можно. Каким, я не услышал, с каким объектом реально существующим во Вселенной соответствует сингулярность с Р равным нулю? Сингулярность с Р равным нулю? С Р равным нулю. Это чёрно-белая дыра. Ну, если хотите, чёрная дыра, поскольку глядя снаружи, то могу сказать, кто это такой. Ну, то есть радиус-то есть. Конечно, конечно. Эра — это просто то, что в центре находится. Равное нулю — это просто координат. А, понятно. То есть это не объект с нулевым радиусом. Нет, снаружи это чёрная дыра. Всё, я понял. Пожалуйста, я правильно понял, что переменная R, которая фигурирует на ваших слайдах, имеет смысл радиальный компонент. Радиальный координат. В таком случае у меня возникает вопрос. Что означает отрицательное значение R? Вот чисто математический вопрос. Продолжение моего вопроса. Это продолжение. Это раз, во-первых. Во-вторых, это радиальная координата. Скажем, в данном случае уже понятие координат, оно не очень аккуратное может быть. Не очень понятное, потому что оно, как вот, к обычной жизни мало привязано. Вот. Дело в том, что... У вас координата в особом, в вашем смысле? Ну, скажем, в общем, в смысле это координат. Нет, это время не станет. Это время. Это становится время. Ну, а почему бы и нет, в большом счёту. В большом счёту вы можете сдвинуть эту точку и всё. Это в этом, мне кажется, не в большом. Время не надо. Я меняю приказы. Нет, ну это время. Не один комментарий, а один вопрос. Комментарии, может быть, так, комментарии по русскому языку, по поводу слов гипервёрс, мультивёрс. Может быть, они органичны для английского языка, там, где вселенная универс, а для русского, может быть, более удачно мультивселенная и гипервселенная. Может быть, вот так? Мультивселенная и гипервселенная. Это, ну, наверное, так можно. Да, вопрос такой. Вопрос связан с вопросом Владимира Васильевича, он такой философский. Вы говорите, что существуют многие Вселенные, но экспериментально проверить их наличие, как я понимаю, нельзя. А физика все-таки экспериментальная наука. То есть вы решаете определенную проблему, о которой вы говорили, связанную со свойствами нашей Вселенной, но вводите при этом сущности, которые нельзя экспериментально проверить. То есть вопрос, насколько это законно, даже насколько это физико, так сказать, если нельзя экспериментально. Вот это вопрос из той же системы. Если бы мы не помогали в глубине души, что это основать, наверное, мы бы не снимались как-то наука. Я просто тут многое говорили. Пожалуйста, я просто... Я хочу, чтобы это философский вопрос о такой, скажем, мультивселенной. Это к вопросу о том, вот познаваем ли мы. Мы в глубине души, наверное, все-таки считаем, что он познаваем, поэтому мы снимаемся его познанием. Это в данном случае скорее вот способ логической увязки, такой ментальной. Вот потом, о том, что было до того, как была вот эта некая вот начальная состояния. Потому что вот то, что там бог щелкнул пальцем во всей Вселенной, вот это как-то не всех устраивает. Такая вот картина не вера. Ну это ведь тоже почти то же самое. Вот я согласен. Так, извините, следующий вопрос. Ну ладно. Ну вот разу. Машина, генерирующая материю без гравитации. Ну и казалось бы, все наоборот. Нет, почему? Нет, почему? Почему? Нет. В данном случае, по-моему, в модели гравитации это две стороны одного и того же некого, нечто. В низкоинолитетическом, как говорят, пределе разделить их более или менее можно, да? Левая сторона уравнения, правая сторона уравнения. А когда привизны такие большие, это не так просто. Гравитация первичная получается? Как еще? Да нет, в результате первичная и не то, не другое, а нечто более общее. Скажем, вот так. В процессе инфляции все время очень расширяется, расширяется до очень маленьких масштабов, до очень огромных. Мы знаем, что на масштабах порядка одного сантиметра, мы работаем классические физики. Шагнем вниз на 8 порядках, там же квантовая механика, заполняется 6,5 мм. А тут порядки, надо уходить туда далеко на более чем 8, там и так далее порядок. Квантовая механика там может уже... Ну, скажем, как-то в стройду, квантовую механику, да, и еще рекомендации, пока больших противоречий, по-моему, за это не возникает. И что касается совместимости квантовую механику, когда в стройду, ускорители всегда используют и эффекты АТО. Они там заметны тоже. Так что нет основания сомневаться в том, что где-то АТО становится неправым. Но я думаю, что вот с учетом тех усилий, которые сейчас, как понимаешь, на эти частицы в контентрационной материи, вот, я думаю, что ее найдут. Какой-то задал. Там, где писались уравнения для гармонических осцилляторов, я правильно понял, что там, где служащие рассматривались, у это комплексный? Нет, это некий эффективный потенциал, в котором будет происходит осцилляция. Там было написано, что сравнился модуль У с Омега, много-меньше Омега и больше Омега. Значит, просто если она не комплексная, то не имеет смысла это писать. А если она комплексная, то тогда вопрос... Знак реально. Нет, я думаю, там это не важно, как бы, знак. Нет, там на самом деле все же бывает. То есть не рассматривалось, что это комплексная, да, У? Ну, формально можно сказать, что вот здесь вот у нас есть УФС. Вот, вот. Вот, на самом деле все это решается. Просто если это некомплексная функция, то не имеет смысла так писать, по-моему. Это обычная задача. Книжки в нашей... Нет, поскольку есть начальные условия, мы можем аккуратно... Но у вас какими, я вам спрашиваю, с какими областью, с кодами имеются в виду? В спектры входит квадрат вот этих величин. Вот, если вы имеете в виду, мы можем помешать в параметре. Ну, если аккуратно. То есть, действительно, да? Действительно, действительно. Вопросы. По терминам, потому что прозвучала материя, эффективная материя. Рождение вещества. По всей мести одно и то же или вкладывается какой-то смысл вот именно в слово эффективная материя. И сверхвысокая кривизна. Все это, как-то это можно понять? Я боюсь, что в данном случае я ничего не могу добавить. Потому что речь о том, что, ну, пойдем квантовым образом, рождается материя в виде символярного состояния. Мы знаем то, что поскольку там, как раз, смысл этой координаты R, это время, это временная координата. То есть, мы имеем в виду одно и то же. Когда говорили, эффективная материя, материя и рождение вещества, да? Или что-то разное. Ну, по большому счету, да. Наверное, да. Может быть. Устоявшийся термин с чем-то так можно понять? Ну, скажем так, вот мы имеем с вами в обычной жизни, а вообще, скажем, с кривизнами очень маленькие. У нас тоже солнце там прогибает, а на Менковском очень слабо. А сверху солнца. А так все больше и больше и больше. А потом уже нельзя хватить понять, как в свое время все разваливается. Вопрос, наверное, о численном сравнении каких-то величинствах. Нет, ну, по-другому, ну, скажем так, с меньшим планковским масштабом, как говорится. Ну, скажем так, с ульпланковским масштабом. Ну, не совсем там побольше, на самом деле, смотрите, побольше, чем планковский. Но, тем не менее, кривизн, там большие плотности большие. Сейчас, помню, что космические объекты, космические объекты, изменения, как правило, происходит очень медленно. Но, за исключением некоторых таких явлений, и если взять один объект и следить за эволюцией, то никакую фактическую формацию за человеческую жизнь получить невозможно. Поэтому астрофизики обычно берут, сортируют какие-то объекты. Ну, считают, что это различные стадии эволюции одного объекта одного и того же типа и создание с каждой новой эволюции этой эволюции. Это, значит, конечно, как звезда одного спектра новости, по-первых, здесь другого спектра новости и так далее. Это все, значит, не абсолютно точно, но достаточно достаточно, потому что здесь статистика очень большая. То есть мы ограниченность во времени изменяем большим количеством информации близких или одинаковых объектов. А если мы хотим экстраполировать вперед или назад таких глобальных объектов, я тогда считаю, что вообще задача экстраполяции – это некорректно, страшно некорректно поставленная задача, и все эти умозрительные всякие вещи, я пока считаю, что это еще не наука. То есть вы против того, что космология – старая наука. Вам не хочется. Вам не хочется, чтобы космология не раскрывает. Ну, там степень достоверности остается мало. Так, извините, разумеетесь. Да, это уже... Такими умозрительными... Ну, это к вам особенно, вы увлекаетесь.